МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале НИКТВ новости. В студии Мария Давыдова. Смотрите в этом выпуске. Постоянное тепло, без лишних хлопот. В деревню Алферева пришло долгожданное голубое топливо. В свои среди чужих Калужская область оказалась в лидерах по количеству переселенных соотечественников. Любительский взгляд на живопись. Выставка народного художника Михаила Безгубова открылась в Калуге. Россия может совершить за 2-3 года такой рывок, что даже Китай будет завидовать, цитирует и Тартас, губернатора Калужской области. Напомню, Анатолий Артамонов участвует в экономическом форуме в Давосе, где наш регион был назван образцовым. Наряду с Ульяновской областью и Татарстаном. Калужский губернатор высказал мнение, что потенциал роста ВВП России в развитии обрабатывающих производств. В частности, он считает, что есть хорошие возможности для наращивания темпов производства потребительских товаров, машин, оборудования. Калужская область оказала стройки лидеров в стране по количеству переселенных соотечественников. Реализацию соответствующей программы оценивали по итогам прошлого года. Для специалистов областного министерства труда, занятости и кадровой политики эта новость не стала сенсацией. Регион всегда был привлекательным для переселенцев, поэтому к такому негласному чемпионству здесь давно привыкли. А тех, кто кардинально меняет свою жизнь, и при огромном выборе мест предпочитает именно Калужскую область, сюжет Андрея Степичева. Жилье было и работа была. Мы вот так создали такие условия, что хочешь, не хочешь, надо было куда-то уезжать. 2011 год, она вспоминает, с тяжелым сердцем. Тогда семье Ольги Понасюк пришлось принимать волевое решение – бросать дом, знакомых и переезжать из Молдовы в Россию. Ехали, говорит, в неизвестность, но жить в условиях глубокого экономического кризиса больше не было сил. Вздохнуть свободно удалось только в Калуге. – Коллектив очень хороший, я очень довольна, я попала к ним как к себе домой. Не ощутила ничего такого, что ко мне плохо отнеслись. Если где-то я что-то не понимала, подходила меня, спрашивала, никто мне не отказывал ни в чем. Меня приняли как к себе, как у себя дома. – Фамилию полностью и инициалы. Все понятно, сейчас все заполняйте, что нужно. Разъяснить, проконсультировать и помочь адаптироваться в новых условиях. Консультационный пункт для переселенцев – это как справочное бюро, пока в чужой, но и в своей стране одновременно. Равиль Сафин уже месяц, как приехал из Узбекистана, сейчас оформляет единовременную выплату и строит планы на свое, уже российское будущее. Программа переселения соотечественников в Калужской области реализуется с 2007 года, и за это время в регион прибыло более 21 тысяч человек. Процедура переезда, говорят, несложная, но ее проходят не все. В России специальная межведомственная комиссия оценивает анкеты каждого кандидата на переселение и в среднем одобряет только 70% из них. Бывают анкеты, в которых нет данных, которыми мы могли бы руководствоваться. Да, неполные данные. Мы не можем подобрать вакансию, мы не можем посмотреть его профессиональные, квалификационные, более подробные сведения. Отсутствуют такие данные. К сожалению, мы тогда вынуждены отказать. Проходите. В таких условиях комнаты сами эти теплые, постельное белье нормальное. Нормальное постельное белье для тех, кто все же прошел отборы и уже на половине пути к своей конечной цели. Социальная гостиница в Калуге – это то место, где переселенцы ждут получения гражданства и начинают привыкать к жизни в новой для себя стране. Комнаты разного уровня, но все по максимально доступным ценам. Процесс жилищной адаптации должен проходить плавно, уверен управляющий гостиницей Алексей Степченков. А потому и стоимость из года в год здесь не растет, а наоборот снижается. Комнаты имеют разный уровень. Например, полулюксовские номера за сутки. Если человек приезжает на 2-3 суток, естественно, он платит по 250 рублей. Если по программе переселения, он приезжает на месяц, на 2-3, они платят по 150 рублей за сутки и кое-какое место. И живут там. Бывает, что они приезжают не все родственники, а друзья. Поэтому, естественно, им выгоднее снимать комнату по кое-какое место. Каждый оплачивает сам за себя. Есть номера, конечно, которые они снимают полностью. Жилье на первое время, выплаты для того, чтобы встать на ноги, рабочие места, а с недавнего времени еще и возможность получить дополнительное профессиональное образование. В Калужской области реализацию программы переселения соотечественников вывели на образцово-показательный уровень. И сдавать позиции точно не собираются. На протяжении всего периода реализации программы, то есть это 6 лет, Калужская область остается миграционно привлекательной. Ну, отчасти это обусловлено близостью к столице, но в большей степени тем, что у нас достаточно интенсивно развивается экономика. Инвестиционные проекты, создаются новые предприятия, соответственно, новые рабочие места. И, собственно, у соотечественников не возникает проблем с трудоустройством. Белочка, динозавры и целый отряд помощников для того, чтобы у пациентов с животиками все в конце концов было в порядке. Медсестра гастроэнтерологического отделения Ольга Панасюк за два года привыкла к особенностям новой страны и уже понемногу начала ощущать себя калужанкой. О том своем решении переехать она не жалеет, но дом и жизнь, который пришлось оставить в Молдове, вспоминает до сих пор. Ну, бывает ностальгия по дому. Ну, знаете, вот хорошие моменты и забывается как-то. Уже все-таки притираешься уже к этому уровню жизни и к людям. И уже обратной дороги нет. Все равно уже надо приспосабливаться и устраиваться, и продолжать жизнь. Андрей Степичев, Михаил Андросов, Леон Ким, телекомпания НИКО-ТВ. Случай африканской чумы свиней впервые зарегистрирован в Калужской области. Как сообщает областное управление Россельхознадзора, павшее от вируса животное обнаружено в Ферзикомском районе на одном из частных подворий поселка Октябрьский. Пробы патологического материала были отправлены во Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной вирусологии и микробиологии. Там диагноз подтвердили. Сейчас проводится комплекс санитарных мероприятий по ликвидации вируса. Деятельность полигона по эксплуатации твердых бытовых отходов в деревне Ерденево должна быть прекращена. Таково решение суда. Оно вынесено 20 января на основании требований Калужской межрайонной природоохранной прокуратуры. Нарушение федерального закона об охране окружающей среды, проектная документация полигона, не проходила экологическую экспертизу и не была дана оценка в соответствии с деятельностью требований в области охраны окружающей среды. Также в результате проверки было установлено, что накопленный на настоящий момент на полигоне объем отходов превышает проектную мощность полигона и превышает установленный лимит размещения отходов на данном объекте. В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом решение суда вступает в законную силу в течение месяца. Вместе с тем ответчик имеет право в этот месяц обжаловать данное решение. В связи с этим после рассмотрения областным судом решение вступит в законную силу. До вступления решения суда в законную силу полигон продолжает свою работу. В Калуге семья доставлена в больницу с подозрением на отравление угарным газом. Происшествие произошло накануне. Все пострадавшие живы. За комментарий мы обратились в Газпром газораспределения Калуга. На момент проверки аварийной бригады на месте происшествия было установлено, что при одновременном включении вытяжки и колонки произошло опрокидывание тяги. Пластиковые окна на момент проверки были закрыты, то есть приточная вентиляция отсутствовала. Аварийной бригадой колонка была отключена и установлена заглушка. Пострадавшие скорой помощи были доставлены в медицинское учреждение и после осмотра сразу отпущены домой. Ребенка отпустили домой, выписали из больницы сегодня. В этой квартире договор на техническое обслуживание газового оборудования заключено не было. Специалисты напоминают о необходимости проверки тяги газовой колонки до включения во время ее работы, а также настоятельно рекомендуют не пользоваться кухонными вытяжками во время работы газового оборудования и соблюдать режим проветривания. При возникновении проблем обращайтесь в газовую службу по телефону 04. Пожарные показали мастерство на высоте. В Калуге прошли учения по тушению возгорания во многоэтажном здании. Отрабатывался вариант возникновения пожара в коридорах Высотки на Грабцевском шоссе. Своя роль спасательной тренировки досталась и нашему корреспонденту Ольге Золотиной. Этой 13-ти этажке постоянно условно не везет. Одно из самых высоких в здании Калуги – удачное место для учений. Поэтому каждый год, по легенде, здесь вспыхивают пожары. На этот раз злополучным оказался счастливый номер. Тушение, возгорание спасатели отрабатывают на седьмом этаже. Четыре минуты, как сработал пожарный извещатель, и девятая часть во главе с начальником караула уже на месте. Первым делом надо оценить и доложить обстановку, а затем вызвать подкрепление. Одно подъездное высотой 48 метров, второй степени огнестойкости по внешним признакам из окна седьмого этажа. На помощь коллегам кинулись несколько подразделений. Многие приехали почти сразу после реального пожара. Час назад третья часть вернулась в тушение сараев. Теперь протягивают рукава сквозь пролеты. Там попроще. Там сарай, сарай. Там вероятность, что там будут находиться люди очень низко. С людьми возникла сложность и здесь. Правда, совсем по другой причине. Ничего не подозревающие жители квартиры Икса в это время были на работе. Поэтому тренировку по спасению жизни решили провести на первых попавшихся. Неожиданно для себя условно потерпевшими стали спутники спасателей, сотрудники нашей телекомпании. Потерпевших вывели, огонь атаковали изнутри и снаружи. И хотя шансов у пожара с такой многочисленной армией не было, загвоздки все же произошли. На разборе полетов огласили ошибки. Причем не свои. Насос повысителя в рабочем состоянии в этом здании находится. В данный момент они не в рабочем состоянии. Спасибо. Ответственная за это управляющая компания отказалась приехать. Не удалось найти и хозяев квартир, захламивших подъезд и неудачно припарковавших авто. Пока все препятствия сказались лишь на зачетном времени. Но когда-нибудь на их счету может оказаться. Чья-то жизнь. Ольга Золотина, Екатерина Кузьменко, Сергей Фондиков, телекомпания НИКО-ТВ. Калужские наркополицейские перекрыли канал поставки героина. Дельцы сбывали изделие с помощью закладок. В ходе расследования в распространении запрещенных веществ заподозрили неоднократно судимого 33-летнего жителя Кондрова. Мужчина был задержан при попытке изъять спрятанную по заброшенным на окраине города автомобилем крупную партию наркотиков. Стоит отметить, что на разработку подозреваемого оперативников ушло менее 10 дней. Столичные наркодилеры в заранее определенном месте делали закладку товара и, получив по электронной почте деньги, сообщали по телефону о местонахождении товара. Для более надежной конспирации они общались посредством СМС-сообщений, чтобы исключить возможность прослушки со стороны правоохранительных органов. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело и ведется следствие. Количество преступлений, связанных с оборотом наркотиков, в регионе растет. Итоги прошедшего года подвел сегодня начальник областного ОМВД Сергей Бачурин. По статистике, в 2013-м стало меньше убийств, разбоев и краш автомобилей. На 15% снизилась подростковая преступность. Полицейские изъяли почти 1000 единиц огнестрельного оружия, взрывных устройств, а также 16 килограммов наркотиков. Подробнее Сергей Крабков. 2013-й прошел для калужских полицейских под знаком упорного труда. Зато и результаты серьезные. Несмотря на рост общего числа преступлений, удалось заметно снизить долю тяжких и особо тяжких. Статистику портят мошенничество и преступления экономической направленности. Хотя слово «портят» не совсем уместно. Скорее речь идет о более пристальном внимании к таким преступлениям. В прошлом году по экономическим статьям было привлечено несколько сот человек. Только по взяткам 49 случаев. Все дела доведены до суда. Виновные наказаны. Эту работу мы также по линии экономической безопасности считаем приоритетным направлением. И одним из главодневных тем. Потому что это все приводит к тому, что ущемляется право граждан. И в целом влияет на экономическую составляющую, да и правопорядок. Поэтому эту работу мы проводили и будем проводить. В том числе и по высокопоставленным лицам, которые не дружат с законом. Продолжают калужские полицейские и работают по профилактике преступности. Активную помощь в этом им оказывает население. В области создано более сотни добровольных народных дружин. Общей численности около тысячи человек. С их помощью задержано 720 правонарушителей. И пресечено более 80 тысяч административных правонарушений. В следующем году на помощь полиции придут не только граждане, но и умная техника. В этом году, я думаю, максимально будет еще увеличение активности сотрудников органов предел. Мы планируем установить только в этом году около 40 камер наружного фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Это по Калуге или по области? Это по области. В том числе и по городу Калуге. В последние несколько лет, согласно ежегодным отчетам полицейских, преступность в области неуклонно снижалась. Однако, начиная с 2012 года, вектор этот изменил свое направление. Прошлый год продолжил традицию. Главной причиной называют экономические успехи региона. Он становится лакомым куском для преступников. Согласно планам правительства области, регион и дальше будет развиваться. А в планах полиции не дать нечистым на руку гражданам омрачить это развитие. Многодетных семей в регионе становится все больше. Для их поддержки реализуется партийный проект «Забота о семье». Об итогах 2013 и планах на этот год рассказали на заседании президиума полицсовета регионального отделения правящей партии. В прошлом году учреждена ежемесячная выплата в размере прожиточного минимума, установленного на ребенка. Ее получают многодетные семьи с рождения малыша и до исполнения ему трех лет. Установлено нашим законом, что она распространяется на семьи, у которых доход семьи ниже среднедушевых доходов. Но это принципиально новое, потому что обычно мы ориентировались всегда на прожиточный минимум и сюда уже не все попадали семьи. Также с января этого года все семьи, в которых четверо и более детей, помимо других видов пособий, ежемесячно получают по 600 рублей на каждого ребенка. Помогают области жильем. В прошлом году жилищные условия улучшили 130 многодетных семей. В этом году к ним присоединятся те, кто встал на очередь до 2007 года. Для остальных в областном бюджете предусмотрены средства на покошение около 10% ипотечного кредита. Ежегодно в зависимости от суммы ипотеки семьи будут получать от 300 до 500 тысяч рублей. Выплаты рассчитаны на три года. Также обсудили вопрос о выдаче многодетным семьям земли под строительство жилья. Это ведь не просто надо дать землю. В этом проблемы нет. И в Овнинске не будет. А хорошо бы землю дать, чтобы туда были подведены коммуникации. Вот это бы позволило достаточно недорого многодетным семьям построить свое жилье. Праздник воды и газа в Масальском районе. В деревню Дашино закончилась реконструкция водопровода. А в Алферьево торжественно ввели эксплуатацию новый газопровод. О больших праздниках маленьких деревень Сергей Романов. Этого события в Алферьево ждали все время существования деревни. До начала 2014 года дома здесь топились дровами, еда готовилась на печах. И вот благодаря ударному труду строителей, нитку газопровода длиной почти 4 километра, удалось проложить всего за три месяца, жители Алферьево познали всей радости общения с голубым топливом. Дом у нас хороший, но тепло очень любит. Поэтому, когда привели газ, это очень хорошая, конечно, помощь нам. Температура держится в комнате теперь одна, и ночью, и днем. Ну, хорошо. И одной из первых блюд, приготовленных с помощью голубого топлива, стала традиционная яичница с салом. И уже традиционно шеф-поваром стал министр сельского хозяйства области Леонид Громов. Яйца как? Двуженковые или одно? Одно. Большое, наверное. А, я не вижу. Да? Да. Хорошо легло. Радость от того, что в деревню наконец-то пришел газ, подогрел еще и 20-ти градусный мороз. Теперь жителям не надо задумываться над тем, где приобрести дрова, и как в такую погоду их нарубить. Альферьевцам в какой-то степени могут позавидовать даже коренные горожане. Собственный просторный дом, чистый воздух, а теперь еще и постоянное тепло без лишних хлопот. Вот именно такие проекты дают возможность нашим сельским жителям чувствовать себя, ну, как в городе. Мы всегда ставили задачу такую, приблизить условия проживания городские на село. И вот те 15 первые счастливчики, образно говоря, где уже подан газ, я думаю, по праву, они все не ощутили. Последние годы мы практически зашли во все поселения с проектированием по газификации. И, соответственно, после проектирования этой стройки, то, что случилось сегодня у вас. Это, конечно, отрадно и очень приятно, потому что там, где есть свет, там, где есть газ, соответственно, комфортно и хорошо жить, и можно нормально работать. Повысили уровень комфорта и в соседней деревне Дашино. Здесь, наконец-то, отремонтировали систему водоснабжения. Поставили новую водонапорную башню, колонки, отрыли пожарные резервуары. Следующим шагом в повышении комфортности жизни дашинцев должна стать газификация деревни. Проектно-сметная документация уже направлена на экспертизу. Сергей Романов, Андрей Бодрышев, телекомпания НИКО-ТВ, Масальский район. Центр развития добровольчества появится в Калуге. Он будет создан для улучшения уровня коммуникации между благотворительными организациями, возможными благополучателями и будущими добровольцами. О развитии волонтерского движения в регионе говорили о сегодня на заседании Круглого стола. Его участниками стали представители общественных организаций, ЗАГС Собраний, Министерств и образовательных учреждений. Мероприятие было направлено на разъяснение имеющейся правовой базы по волонтерству. Художник из народа Михаил Безгубов, строитель по образованию, уже на протяжении 22 лет пишет пейзажи. До сегодняшнего дня широкой публике своей работой не представляла. К 70-летнему юбилею дочь художника-любителя сделала ему подарок. Не организовала выставку, на которой побывала и Ксения Ушакова. Сегодня каждый норовит сфотографировать его или сфотографироваться с ним, подарить цветы или просто сказать добрые слова. Правда, в роли звезды Михаил Кузьми чувствует себя некомфортно. Это выставка для 70-летнего художника первая. Век 15 назад я любовалась его работами у него дома и сказала ему, Миша, тебе нужно выставляться. И он мне ответил примерно так. Ты что? Там такие картины, а я куда со своими? У Михаила Безгубова нет художественного образования. Он учился в техникуме и проработал 30 лет строителем. Немного увлекался рисованием в школе. При свете керосиновой лампы перерисовывал портрет Пушкина. Если бы не судьбоносная встреча в 91-м, никакой бы выставки сегодня не было. Однажды иду в гараж к себе. Смотрю, у одного открытого рота у дедушки. Он сидит и пишет картину. Да такая картина у него. Она уже на выходе была. Она меня поразила. Я сзади остановился, не дышу. Он почувствовал, что кто-то есть. Поворачивается. Это ты, Михаил? Я говорю, да. Чего ты так прийтих-то? Я говорю, ой, Дмитрий Иванович, дорогой, ой, такая картина ваша. Со следующего дня Михаил Кузьмич взял в руки краски и начал творить. Перерисовал пейзажи с календарей и открыток, собственно, фотографий. Делал копии с картин великих художников. Иногда люди просят, где бы Михаил Кузьмич посмотреть нам Шишкина, утром со столом барона. Руково где? Третьяковку съездите, посмотрите. А, далеко, деньги надо, время сколько. Хорошо, напишу, напишу, встречаю, приходите. Переходят. Вот спасибо-то, вот спасибо-то. Друзьям и знакомым нравится любоваться его зеркальной гладью, аллеющим закатом и журчанием ручейка. Профессионалы о работах художника из народа отзываются неоднозначно. Могу сказать, что вообще работы неоднозначные, потому что довольно сложно сделать профессиональную работу, опираясь только на свое чутье, на свои какие-то интуитивные ощущения. Поэтому в некоторых работах он очень верно попадает в тон, он очень верно передает состояние, но некоторые работы заметны, то есть заметны, что это делал художник-любитель. 92 для кого-то неоднозначные, для кого-то шедевральные работы нашли свое место в одном из залов галереи «Образ». Кстати, эта выставка даже для самого художника неожиданность. Дочка решила сделать необычный подарок к юбилею. Папа давно мечтал организовать выставку, и тут все так совпало, что у папы 70-летний юбилей, и я ему решила сделать такой подарок, сделать так, чтобы его мечта осуществилась. Ну вот все, что я смогла, я сделала. Я думаю, он доволен. Продлится выставка народного художника до 31 января, так что время оценить его работы у вас еще есть. Ксения Ушакова и Артем Соснин, телекомпания НИКО ТВ. О последних новостях спорта в регионе расскажет Александр Сорокин. Ему слово. Добрый вечер. Ну что ж, новостей спорта, как всегда, очень много. Обо всем по порядку уже через пару секунд. В Новый год с новыми правилами. Болельщикам России теперь придется учить законы, научиться вести себя на стадионах. Об этом уже через пару секунд в нашем спортивном обзоре. В эти дни в Медене проходит первенство России по универсальному бою. На соревнования приехали около 300 юных спортсменов из разных регионов России. Тверской, Иркутской, Рязанской, Архангельской, Московской, Саратовской, Брянской и других областей. В первый день соревнований состоялось торжественное открытие первенства, на котором присутствовал и олимпийский чемпион подзюдо Сергей Новиков. В этот же день стартовали предварительные поединки. Стоит отметить, что в числе участников присутствует и сборная команда нашего региона. Всего 33 человека. Они достойно прошли квалификацию, но в финальных поединках им не всегда сопутствовал успех. На данный момент пока что только одной девушке удалось подняться на первую ступень пьедестала почета. Мы будем следить за ходом событий. В шахманном центре лицея «Держава» города Обнинск проходил финал первенства Наукограда среди мужчин, на котором отлично выступили воспитанники отделения шахмат детско-юношеской спортивной школы «Кван». Чемпионом города впервые стал 12-летний кандидат мастера спорта России Данила Билан, набравший 8,5 очков из 11 возможных. По дополнительным показателям вторым стал перворазрядник Денис Тугаров, выполнивший норматив кандидат мастера спорта. Бронзовым призером стал 13-летний КМС Клим Сидоров. 20 января вступил в силу так называемый закон о болельщиках. Это постановление правительства России, которое утверждает правила поведения для зрителей. Главное новшество – создание черного списка нарушителей. Тем, кто в него попадает, запретят посещать соревнования на срок от полугода до 7 лет. А если такой зритель все же проберется на трибуны, то в случае задержания ему придется заплатить штраф от 20 до 25 тысяч рублей или отправиться за решетку на срок до 15 суток. Закон о болельщиках, в частности, запрещает болельщикам проносить на стадион пиротехнику и красящие вещества, скрывать свои лица под масками. Что касается баннеров и флагов, то на трибунах не должно быть материалов политического, нацистского, экстремистского и провокационного характера. То же самое относится к плакатам, которые содержат оскорбления или непристойные изображения. А надписи на иностранных языках должны иметь перевод, заверенный нотариусом либо организатором спортивного соревнования. Кто помимо Анны Черновой отправится на Олимпиаду в Сочи? Где можно покататься на коньках и лыжах в Калуге этой зимой? Обо всем этом можно будет узнать в программе «Время спорта» уже в эту субботу в 19.35. Не пропустите. А у меня на сегодня все. Спасибо, Александр. Далее прогноз погоды. Всего доброго. До свидания.